Давно я не снимал видео, просто не до этого было. Итак, хочу показать самый такой проверенный способ, способ, на котором я остановился, это снаряжение патронов опилкой. Вместо обычных ПЖ я использую опилку. Вот она мне опилка. Самое, что есть, мелкое. Не знаю, с какого дерева, просто мне подогнали эту опилку. Итак, берем гильзу. Гильза пластиковая, длина имеет 70 мм, в стандарте она была 76 мм. Я взял его, укоротил. Для чего это, походу, расскажу. Так, гильза у меня обжатая, то есть калиброванное, вот прожарочное кольцо, вот с зазором даже. Обязательно калибровать, наверное, гильзы. Я раньше не калибровал, когда у меня появилось вот это кольцо калибровочное, я начал подряд все гильзы калибровать, и вот на этом станке я очень легко и не устраю. Так, капсюль заранее установлен, гильза готова к снаряжению. Порох, сокол, как всегда. Еще я уже давно не пользуюсь электронными весами, вот сделал для себя мерку. Здесь 1 грамм от тяжелой пули, здесь 1,1 и еще есть 1,2. В данный момент я буду сыпать 1,1 грамм для пули шар. Так, заполняем эту мерку и сыпем гильзу. В следующую очередь у нас идет картонная прокладка, те прокладки, которые я продаю. И нагойником загоняем его до самого пороха. Слишком сильно надавливать тоже не надо. Затем мы берем вот такую мерку, вот у меня мерка. Мерка тоже, как эта, чашка сосуд. Мерка даже не нужна. Сыплю гильзы вот до самой вершины, до сюда. Сейчас покажу. Вот, насыпал до сюда. Дальше беру вторую прокладку. Та же самая прокладка, пороховая, картонная. И все это дело я запрессовываю. Получается, там у меня таблетка запила. Дальше берем рыжик пеноплекс, длина 20 мм. Вставляем его сюда. Для чего нужен пеноплекс? Чтобы пуля у нас не проваливала во время завальцовки. И она как бы снизу подпирает пулю к верху, к донцу. Ставим пуляшар, вот, всеми любимый пуляшар для подстрелок. И вот так пальцем слегка надавливаем. И торчит 3 мм, 2 мм. И вот почему я обрезаю вот эти гильзы. Я не использую закрутку стандартную. Заводские, как все это делают, а внутрь сжимается вот этот пластик. Чтобы этого не делать, я беру вот у меня с конусом та же самая вещь, которую я вальцую в стальные гильзы. Ставим сюда и просто закручиваем. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Закручиваем до упора. Сильно тоже нельзя делать, а то у нас пластиковая гильза слабая, слегка вот эта вместе она может прорваться. Вот, слегка получилась завальцовка. Этого вполне достаточно, чтобы с магазина в патронник она заслывалась в автоматическом режиме. Полуавтоматик, когда работает. Один патрон есть. Показываю еще раз. Это самый такой проверенный способ. Этот способ я использую и на стальных гильзах. Многие, которые смотрят мой канал, видели, как у меня сайга не хочет работать с стальными гильзами. Потому что там, как я уже в других видео рассказывал, порох с капсулем центробой, этот сокол не хочет особо дружить. И получается, нестабильный такой выстрел получался. И автоматика работала через раз, можно сказать. А когда снаряжаю пробкой, все отлично работает. Потому что патрон получается плотный такой довольно. И автоматика срабатывает, как надо. И никаких загрязнений в стволе. Вот я уже произвел, наверное, около 500 выстрелов такими патронами. И никакого мусора, как в столе, так и в газовой камере, не наблюдал. Можно сказать, даже вообще не читал. Я забыл, когда читал ствол. Вот у нас следующий патрон как получился. Ну, при желании, чтобы сильный такой конус был, можно еще надавить. Но я не хочу рисковать. У меня несколько раз получалось так, что вот эта вместе гильза, она мнется. И в патроне, влюда, не хочется играть. Ну, так как сейчас зима приближается, температура уже низкая, можно будет уже снаряжать не 1,1 грамм сокола, а 1,2. Ну, у меня даже с 1,1 граммом с пулей шар классиковый гильза работает отлично. Вот, сыпем наш опилочный порошок. Вот, это очень важный момент, вот, сыпать опилку вот именно отсюда. А то, если мало насыпем, то у нас спиноплексор даже будет проваливаться, пуля по внутрь. Получается, вот, феноплекс вот отсюда и доходит. Встали. И вот она пуля у нас. И дальше закрутка. Стандартная такая. Я вот замечал очень много владельцев САЕ и самокрутчика вот перешли на вот такой способ закручивания патрона. Это почему? Потому что после выстрела, если стандартной закруткой делать, вот эта завальцовка, она раскрывается и приходится потом дульца выравнивать. Иногда бывает, что дульца сразу с первого раза рвет. А так, ничего страшного, можно гильзу. я вот снаряжал чрезвычную гильзу раз десять, наверное. Потом дробовым выстрелом она разорвалась. Вот так, короче говоря. Самый такой оптимальный, хороший вариант. Многим я это советую. Бесперебойно работает автоматика и кучность, что самое важное, стабильно получается на 30-50 метров. Тот же самый способ можно использовать и под тяжелую пулю. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Смотрим. И комментируем.